Те, кто потерял работу и у кого снизились доходы в период карантина, могут рассчитывать на поддержку через соцконтракт. Его заключают с малоимущей семьей, либо одиноко проживающим человеком на срок от 3 до 12 месяцев. Соглашение возможно, если средний доход на одного человека ниже прожиточного минимума. В рамках контракта семья получает деньги, потратить которые она сможет на то, чтобы выйти из трудной финансовой ситуации. Социальный контракт предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 11 248 рублей, которая производится гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию следующих мероприятий. По поиску работы, по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Заключение социального контракта не отменяет других льгот. Если вы уже получаете какую-то поддержку от государства, можно их совмещать. Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет получат в июне выплату на каждого ребенка 5 624 рубля в месяц. Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции семьи с детьми нуждаются в материальной поддержке. Поэтому первые пособия можно будет получить не в июле, как планировалось ранее, а в июне 2020 года. 8 апреля президент выступил с предложением изменить условия назначения пособий и не учитывать в расчете среднедушевого дохода выплаты по прошлому месту работы, если родители ее потеряли. Продлевать документы на право получения пособия на первого и второго ребенка и льгот на оплату ЖКХ не нужно до октября. Это сделают автоматически. Максимальная выплата по безработице увеличилась с 8 до 12 тысяч в месяц. Обычно размер субсидий зависит от причины увольнения, стажа, среднего заработка на прежнем месте. Тот, кто остался без работы с 1 марта 2020 года, будет получать максимальную сумму независимо от этих факторов. Родители, которые оказались без работы и обратились в службу занятости с 1 апреля по 30 июня 2020 года, смогут дополнительно к другим выплатам получить по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эта выплата будет назначаться дополнительно к основному пособию по безработице. Получить подробную информацию обо всех мерах поддержки можно в Управлении социальной защиты населения по телефону 981-34, 981-21 и 981-29. Дарья Козина, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.